Нуклид – вид атомов, характеризующийся определенным массовым числом, атомным номером и энергетическим состоянием одера, имеющий время жизни, достаточное для наблюдения общее описание. Из определения следует, что нуклид – это каждый отдельный вид атомов какого-либо химического элемента с ядром, состоящим из строго определенного числа протонов и нейтронов и которое находится в определенном энергетическом состоянии. Число протонов Z представляет собой атомный номер элемента, а сумма A равно Z плюс N – массовое число. Нуклиды, имеющие одинаковый атомный номер, называются изотопами. Одинаковое массовое число изобарами – одинаковое число нейтронов изотонами. Атомы изотопов являются атомами одного и того же химического элемента. Относительная атомная масса нуклида округлена равна его массовому числу, только для углерода 12 и она по определению точно равна 12. Для обозначения нуклида элементы используют запись вида AZN, причем индексы ZN могут опускаться. Распространенным является обозначение элемента. Для нуклидов, представляющих собой метастабильные возбужденные состояния одного изотопа, используют латинскую букву M в верхнем правом или верхнем левом индексе, например 180AM или 180MT. Если существует более одного возбужденного изомерного состояния с данными AZN, то для них используют индексы M1, M2 и T, D, либо последовательность букв M, N, P, Q. Некоторые нуклиды имеют традиционные собственные названия. Классификация нуклиды делится на стабильные и радиоактивные. Стабильные нуклиды не испытывают спонтанных радиоактивных превращений из основного состояния ядра. Радионуклиды путем радиоактивных превращений переходят в другие нуклиды. В зависимости от типа распада, образуется либо другой нуклид того же самого элемента, либо нуклид другого элемента с тем же массовым числом, либо два или несколько новых нуклидов. Среди радионуклидов выделяются короткоживущие и долгоживущие радионуклиды, существующие на Земле с момента ее формирования, часто называют природными долгоживущими, или примордиальными радионуклидами. Такие нуклиды имеют период полураспада, превышающий 5-108 лет. Для каждого элемента были искусственно получены радионуклиды. Для элементов с атомным номером, близким к одному из магических чисел, количество известных нуклидов может доходить до нескольких десятков. Наибольшим количеством известных нуклидов 46 обладает ртуть. Некоторые элементы имеют лишь один стабильный нуклид, а максимальным числом стабильных нуклидов 10 обладает олова. У многих элементов все нуклиды радиоактивны. Каждому массовому числу соответствует от нуля до трех стабильных нуклидов. Число нейтронов от нуля до шести. Общее число всех известных нуклидов превышает 3100. Для многих нуклидов предсказан тот или иной вид радиоактивности, в действительности не наблюдающийся из-за чрезвычайно большого периода полураспада. В частности, для любого данного массового числа возможен только один бета-стабильный нуклид, соответствующий глобальному минимуму энергии в данной изобарной цепочке. Для остальных нуклидов с данным акинематически разрешен обычный или двойной бета-распад. Хотя предсказываемые периоды полураспада могут быть крайне велики, большинство нуклидов с массовым числом больше 140 могут испытывать альфа-распад. Но по той же причине для многих из них этот канал распада не наблюдался. С увеличением чувствительности экспериментов некоторые нуклиды переходят из разряда стабильных в радиоактивные истории и этимология. Термин «нуклид» был предложен Труменом Кахманом в 1947 году. Автор термин обсудил его со специалистами по классической филологии, чтобы наиболее точно передать смысл, выражаемый этим словом. Т.Е. Сорт и дер. Определение Кахмена, данное в его статье, посвященной новому термину «нуклид» – сорт атома, характеризующийся строением его ядра, в частности числом протонов и нейтронов в его ядре.